начинай друзья всех приветствуем нашем прямом эфире на реалити-шоу черно-белая правда что меня зовут андрей антонов и меня зовут елена антонова сегодня мы будем ангелом и демоном в нашем разборе очередной участницы она уже ждет нам сейчас присоединиться сегодня мы с вами за этот час разберем одну жизненную историю которой есть какая-то неудовлетворенность я думаю что скорее силы в отношениях сегодня будем разбираться и искать корень зла я сегодня буду превращаться периодически зло полицейского в демона елена будет сегодня добрым полицейским ангелом для того чтобы найти конфликт либо внутренний либо внешне чтобы разрешить и чтобы изменить будущего будущее нашей сегодняшней героини друзья поддерживайте включайтесь пишите комментарии которые которые будут вас возникать все свои мысли пишите в комментариях и мы будем тоже отвечать на ваши вопросы ну что поехали встречи нашу героиню как настроение мне сегодня настроение всегда стабильно отлично так на что встречаем нашу героиню зовут ее кстати елена у нас на елен везет 15 выпуск нашего реалити-шоу 15 выпуск и тема как бы сегодня когда я не знаю какая тема у нас сегодня сейчас нам елена расскажет лена привет да здравствуйте привет привет на что ты в нашем реалити-шоу черно-белая правда готова услышать правда правда и только правда да ты знаешь что она может быть не всегда приятно я даже уверена что она будет неприятно да но ты зато знаешь что лучше горькая правда да чем сладкая ложь потому что именно правда трансформирует нашу жизнь а к нам приходит в академии управления мышлением все люди которые хотели бы что-то в жизни улучшить это не значит им как это кризис и катастрофа это просто значит учет хочет что-то улучшить для того чтобы что-то улучшить нужно честно признаться что не нравится и скажи нам как бы ты назвала сегодня начнем нашу программу какой ты заголовок бы такой дала анонс исходя из своей истории свою историю который мы сегодня будем трансформировать и назвать назови одним словом или фразы или предложения все в предвкушении что мы сегодня что произойдут сегодня происходить на какую тему хотя бы как наладить отношения счастливые как в общем за иметь счастливые отношения с мужем после определенных событий его измена смотри давай так мы здесь говорим правду поэтому я просто придачу формулировать поможем и так но моя цель большая самая счастливые отношения с мужем прекрасно любимым человеком для которого я тоже являюсь единственной любимой женщины так это цель это цель а какая у нас тема истории как бы ты назвала историю то есть корень зла у нас какой покопать развалились отношения я хочу их даже не то я не знаю как правильно сказать восстановить старые уже нельзя я хочу построить новые вот уже зная определенные законы жизни пойду если создать новые счастливые отношении с мужем строк тогда мы назовем так хочу создать новые счастливые отношения слушайте пока так назовем возможно подкорректируем нашу историю. Так, друзья, присоединяемся все, кто хочет построить счастливые отношения с мужем или с женой. Я думаю, что вам эта история будет интересна. Хотя давайте разбираться, что в этой истории собственно тут происходит. Лен, коротко, кратко свою историю. Сколько тебе лет? Замужем? Какой ты по счету муж? Ну, в общем, немножко расскажи о себе. Мне 52 года. Муж мой единственный. Мы с ним знаем друг друга с 10 лет. Мы вместе учились в школе, за одной партой сидели. И уже с 8 класса у нас любовь. И мы уже не могли дождаться, когда уже поженимся. Поэтому в 18 лет мы поженились. В 19 у нас уже родился первый сын. В общем, мы 33 года вместе. У нас двое сыновей, четверо внуков. И, в общем-то, я всегда считала, что у нас прекрасная, счастливая семья. Вот. И то, что произошло, для меня было просто громом среди ясного неба. А что произошло? Год назад мне муж признался, что у него есть другая женщина уже давно, 4 года. Вот. Ну и, в общем, это вот факт, это это. А дальше уже все... Что он хочет... Что он хотел этим признанием? Я добивалась от него этого ответа, что он хотел. Он хотел уйти от меня. Он хотел... Ну, то есть, я у него спрашивала, зачем ты мне это рассказал? Зачем? Он не мог мне точно сказать. Но он думал, что я узнаю это, пошлю его подальше. Я говорю, да и ты радостно побежишь туда. Ну, вот как-то он не смог мне ответить на этот вопрос. Так я и не знаю, в общем, окончательно его вот этот посыл. Ну, видимо, мне кажется, что его с той стороны к этому подтолкнули решению, чтобы вот он... Ну, потому что, видимо, что-то он там много наобещал. Итак, я просто хочу констатировать факты. Правильно я понимаю, что ты до конца не знаешь, зачем тебе муж рассказал про любовницу? Я... Да, не знаю. Окей, хорошо. Когда это... Когда он тебе рассказал? Ровно год назад. Ровно год назад он тебе рассказал, что он... У него есть другая женщина. Сколько лет? Четыре года. Четыре года. В тот момент он мне сказал, что год. А потом, когда мы вместе ходили на консультацию к психологу, там он сказал, что уже четыре года у них связь. Ну, до этого, типа, она была просто его любовницей. А вот год назад он уже, типа, влюбился в нее, и она уже стала его любимой женщиной. Вот так. Вот так, да? Да. То есть, три года он примирялся, а потом подумал, ну, блин, а может, она все-таки любимая? И что же он, когда признался в этом, не ушел? Он сказал, что любит нас обеих. Кто ему не верит, а вот он такой вот исключительный. Вот. Что он не ушел? Он сказал, что он не ожидал такой моей реакции. Какой? Отсутствующей? Нет, наоборот. Очень, очень бурной. То есть, ну, правда, это был шок. То есть, я, ну, у меня вот мир рухнул, и это было, в общем, по всему видно. Он не ожидал, что я так это остро и глубоко. И трагично это воспринял. Конкретно, давай конкретней. Сейчас мы будем конкретизировать, чтобы увидеть картинку. Конкретно, как ты отреагировала, и какая была реальность, и что ожидал он? Ну, он ожидал, что я его, как бы, пошлю подальше, и все. Скажу, какой он козел, и вот. И он пойдет, да? И он пойдет. Так. Вот. Он мне еще тогда сказал, что он думал, что у меня тоже кто-то есть. Потом я у него спрашивала, говорю, ты правда так думал? Он говорит, ну, нет, конечно. Но вот в тот момент он мне сказал, что он думал, что у меня кто-то есть другой. Вот. Ну, что, я, когда он мне сказал это, вот, в первый момент, при том, что мы, как бы, так вот лежали, обнявшись, я от него просто отодвинулась и ушла в другую комнату. Он за мной, а я, я вообще не могу, я не сказать ничего не могу, мне слезы льются, я ничего не соображаю. По какой причине он вообще начал эту тему? Ну, вот именно такой был, как бы, спусковой крючок, накануне на даче мы что-то делали вместе, и он как-то вот сорвался, как-то так мне ответил, грубо, что ты ничего со мной не хочешь вместе делать, что, вот, а я такая подошла к нему и говорю, так, поточнее, пожалуйста, когда я что-то не хотела с тобой вместе делать? Все, ладно, типа, закончили разговор, вот, и мы как бы поругались на ровном месте, непонятно от чего, и ехали домой, как-то стали разговаривать, вот, какое-то напряжение такое уже возникло, и вечером, вот, как бы, так вот рядом будучи, он мне вдруг задает такой вопрос, а ты любишь кого-нибудь, кроме, он говорит, а у тебя есть любимый мужчина, вот так вот, что ли, он меня спросил, я говорю, конечно, он говорит, и кто это? Я говорю, ты. Потом я, значит, у него спрашиваю, а у тебя есть любимая женщина, кроме меня, как-то я вот так сказала, и он мне такой говорит, есть, и я такая, кто это? Ну, и тут я, в принципе, догадалась, кто это, сама же. вот так развивали. Елена, ну, вот, очень интересная история, на самом деле, но вот я могу сказать, что каждая женщина, она в любом случае чувствует. Вот он мне это ставит в упрек, что я ничего не чувствовала, он говорит, вы же женщины, чувствовать, как можно, на четыре года было не чувствовать, что у меня уже кто-то есть. Я, говорит, сначала стирал в телефоне все сообщения, удалял все звонки, смотрю, ты не реагируешь все равно, ты, значит, тебе пофигу. Я уже потом перестал скрываться, я уже перестал вообще, ну, в общем, какие-то эти вот... По какой причине, по какой причине, Елена, ты не реагировала? Я ему доверяла просто на миллион процентов, я вот вообще не сомневалась в нем ни минуты, мне эта мысль, что у него кто-то есть, не приходила ни разу в голову. Никогда. Правильно я понимаю, что мужчина никак не изменился с момента того, как завел его в носу? Для тебя. Ну, практически я этого не заметила. Мы стали немного ругаться, вот в прошлом году, где-то с июня месяца, он целый месяц, он вообще все время в командировках, последние пять лет, там он ее и нашел в командировке своей. Сколько в командировках по времени человек? Процентов времени? Ну, около полугода, можно сказать, в общей сложности его дома нет, он может по две-три недели отсутствовать, потом и по выходным. Ну, 50% получается из года, Может, меньше, но процентов 40 в год. Примерно. Окей. Что дальше происходило? Итак, вот вы проснулись, признались, и как дальше развивались события? То есть вот с этого момента год. Как прошел этот год? Он мне все время, значит, обещал, что он с ней расстанется. У нас появилась такая привычка, я написала сначала ему письмо. Мы никогда раньше письма друг другу не писали, но вот уже как бы в современном мире, до, конечно, телефонов мобильных написали письма давно-давно. Вот. Я написала ему письмо, он мне ответил. И мы стали иногда писать письма друг другу. И он мне тоже писал, что я решу, как я расстанусь, значит, вот со Светой. Ну, то есть он, я не знаю, он мне всеми какими-то способами давал понять, что он, он мне даже пообещал, что ему надо, ему надо 4 месяца, чтобы расстаться. Вот. То есть, нет, полгода, полгода он сказал, что мне надо полгода, чтобы расстаться. То есть он меня все время вот как-то обнадеживал тем, что он, в общем, вот, ну, старается решить эту ситуацию в мою пользу. И у меня были эмоциональные качели. Я то люблю его невозможно, то я не могу, у меня панические атаки, меня все трясет, я ничего не хочу, я все время плакала. Вот. Дети, в общем, тут еще так получилось, что у нас старший сын уезжал с семьей за границу. Ну, и все думали, что это я так переживаю, что, значит, вот как же они уезжают под эту лавочку, можно было хорошо, значит, замаскироваться. В общем, к Новому году в январе, мы как-то вот второго буквально января в очередной раз как-то так поговорили очень эмоционально, и я, в общем, ушла из дома. Сказала ему, вот тебе месяц до первого февраля, пожалуйста, определись, или ты там, или ты с ней, или ты со мной. Вот что-нибудь, давай скажи, вот это вот и туда, и сюда, я уже просто больше не могу. Я говорю, у меня вот это ежедневное... Можно вытащить еще вопрос, Вен? А на что ему нужны были эти полгода? Ну, типа, как же я так просто возьму и скажу, да, вот, я тебе вот сказал, да, и причинил тебе такую боль, я не хочу еще и ей такую же боль причинять, вот так. Ну, учитывая, что ты жена, и у вас 30 лет брака, а та женщина никто, правильно, для него? Да, он как-то... Кроме того, что ты является любовницей. Да, он мне как-то еще написал так, что я знаю, как решить эту ситуацию. И молчок. Я через два дня у него спрашиваю, ты знаешь, вот там у тебя такая фраза проскочила, что ты имел в виду? Он говорит, надо сделать так, чтобы она сама от меня отказалась, сама меня послала. То есть, он вот так вот как-то, видимо, эти полгода просто на обу, мне кажется, взял, чтобы как-то оно само разрулится. Кто-то там, в общем, что-то сделает, и вот оно как-то возьмет и все... А чувствуешь, Лена, что на самом деле он и тебе-то признался для того, чтобы ты приняла решение за него? Как вы будете жить дальше? Я так думаю тоже, потому что, когда мы ходили к психологу, вдруг, значит, психолог мне говорит, так в принципе, он у тебя подкаблучник, а ты всегда все решала, и его это всегда устраивало до определенного момента, пока он не узнал, что бывает по-другому, потому что именно в ней он увидел себя героем, которым восхищаются, которые на пьедестале, а со мной он все время был, получается, каким-то вот... Ну, давай сейчас мы до психолога еще дойдем. Мы просто сейчас всю картинку хотим увидеть. Итак, полгода он взял, ты от него ушла на месяц. Я ушла на месяц, этот месяц был очень тоже бурный, он меня вызывал все время на свидание, он мне, в общем, вот как-то рассказывал, в общем, даже в последний день, когда вот все, мы 1 февраля встречаемся, он, я накануне заехала домой и приготовила ему ужин, и уехала, просто оставила ужин. Он мне написал очень теплое письмо, как, значит, ну, сообщение, в общем, и так, что завтра приезжай, ой, там у нас много осталось, но нам с тобой хватит. И, в общем-то, все макарушки и тара-та-та. И вот так вот я даже подруге показываю, я говорю, слушай, я боюсь, конечно, ехать, что он мне скажет? Она говорит, ну, тут же белым, просто черным по белому написано, все хорошо, езжай. Я приезжаю домой, у нас вино, там все, стол накрыт, и он мне и говорит, я вот сегодня проснулся с таким чувством просто счастья, я любил весь мир, у меня было такое настроение прекрасное, я решила начать жить со Светой. И тут я просто вот у меня вот так вот, а я уже, главное, вина выпила, а я понимаю, что я дома остаться не могу просто после этих слов, а ехать за рулем я уже тоже не могу. Я говорю, зачем ты мне вина наливал, я не понимаю. Он меня, короче, оставил дома насильно, ну, не насильно, ну, короче, я буду спать в отдельной комнате, и, в общем, он как-то вот, он говорит, а я думал, что я когда тебе писал это сообщение, еще даже подумал, что так сухо пишу, я говорю, не знаю, зачем ты мне писал это все? Нет, давайте чуть-чуть покороче, покороче у нас время. Он мне сказал, что он собирается жить с ней, увидел мою реакцию, что я опять не в теме. Утром, значит, он, уходя на работу, сказал мне, что все будет хорошо. Он ушел, я уехала. Я уехала, и он мне сказал, что вечером он, значит, еще раз, пожалуйста, приди домой, и он мне скажет скончательное решение. Я пришла еще раз вечером после работы домой, от обнимания его отказалась, говорю сразу мне, скажи, пожалуйста, и я, в общем, вот, и я поехала. Он мне говорит, ну, я остался при своем мнении, я мнение не изменю. Все, я пожелала ему удачи, сказала, давай вперед, счастья тебе, и ушла. Он мне стал вслед звонить, я его заблокировала. И вот сутки, то есть я вечером уехала, следующие сутки, я всю жизнь уже себе, значит, новую в голове представила, и утром через день от него письмо на электронную почту пришло, потому что других способов связи у него не было. Прости, значит, меня, я все понял, значит, пожалуйста, приезжай сегодня домой, я тебя очень прошу, пожалуйста, дай мне шанс, пожалуйста. Прошу, я приехала домой, вот через два дня, получается, он меня обнял, сказал, что прости меня, я порвал все свет и показал мне на телефоне, значит, сообщение, которое он ей написал. И вот как бы вот, и вот мы с ним остались типа вдвоем. Но оказалось, что остались мы все равно не вдвоем. Какой-то месяц. Это февраль был, 3 февраля, то есть первый раз у меня, 1 февраля это сказал, 3-го вот он типа. Так, и дальше. Ну, а дальше я, в общем-то, я все время у него боялась спросить про его, ну, связь вот эту, она продолжается или нет, я все время боялась его мужское достоинство задеть, его подозревать в чем-то. Ну, короче, в итоге все равно я узнала, что они общаются, но так как она живет в другом городе, то это только по телефону, что он ей отправляет деньги, потому что она типа взяла ипотеку, он ее на это как бы вот подбил. Вот. А я еще до этого у него спрашивала, говорю, а сколько ты зарабатываешь? А куда твои деньги уходят? Все время в командировках. У тебя командировочная зарплата, почему-то как бы денег в семью вот не приносится. Ну, там много тратить, ты же понимаешь, что командировочных не хватает. Я как бы вот, а теперь я поняла, куда они уходили. Вот. Я знала, что они все равно общаются, и в итоге, в общем, так получилось, вот я всегда помню, 5 июня я хотела ему сделать сюрприз и встретила его с работы. Вот. Я приехала к нему на работу, попросила его мне сообщить, когда он будет выходить. Он на машине, ну, выезжать. Он мне сказал, выехал, и я такая к нему раз в машину постучала, он открыл мне дверь, значит, мы сели, поехали. А он едет такой, весь напряженный какой-то, весь такой, в телефон вцепился. Я говорю, ты что такой напряженный? Нет, все нормально. Я говорю, что ты в телефон-то вцепился? Положи его. Положил, смотрю, весь прям вот такой вот. Я говорю, я не вовремя, ты, ну, кому-то позвонить должен был. Ну, типа, да-то нет. Я говорю, да-да. Ну, в общем, выяснилось, что да, действительно, они договаривались, что он позвонит, а тут я. И получилось так, в общем, вечером, ну, в общем, тут опять я поняла, что это все не кончается, это все продолжается, это все, в общем, это не шмар. Лена, ты сейчас живешь, продолжая жить в любовном треугольнике, правильно? Ну, в общем, нет, он мне в тот же вечер, значит, уже в постели, отвернувшись, значит, сказал мне таким вот тоном, радуйся, все, она, значит, заблокировала меня, вот. Я говорю, ну, как у вас там все это, жестко, чуть не так, все сразу, пошел нафиг, вот. Ну, в общем, и он мне через день, когда я что-то опять подумала, нет, я так больше жить не могу, и я была в таком настроении, он это как-то прочувствовал. Я приехала с работы, он меня обнял и сказал, все, Ленусь, все, ну, теперь уже все точно. И, в общем, вот, я не знаю сейчас, я не спрашивала. Как теперь ваши отношения развиваются сейчас? Ну, вот как они развиваются? Ну, я понимаю, что я для него, вот еще как у психолога, опять же, была такая фраза проскочила, и она мне прям засела, очень сильно, она у меня спросила, ну, вот есть, он сказал, что два выхода есть, или с ней остаться, или со мной. Она говорит, ну, вот если вы останетесь, если вы, значит, ну, будете с ней жить, что вы потеряете, имея в виду меня? Он говорит, я потеряю близкого человека. Он говорит, а если вы с женой останетесь, что вы потеряете? Он говорит, ну, я потеряю другого, любимого человека. И я такая сразу, раз мне по ушам. я близкий человек, а она любимый человек. И вот я вот это чувствую все время, что я безусловно близкий человек, он обо мне заботится, как о маме своей может заботиться, о сестре, о любом близком человеке. Но я не любимая женщина. Вот это мне просто вообще не дает вот жить. Окей. Сколько ходили к психологу и когда? Это было вот до Нового года. Потом еще я в январе раз сходила. Но вот мне вообще не понравилась такая агрессивная манера. Она меня все время настраивала. Вы понимаете, с кем вы собираетесь жить? Что он может еще и вот это. Вы понимаете, что это не тот человек, которого вы себе всю жизнь представляли? Вот он вот такой. Вот вы с таким вот мужем готовы жить? Я больше не хочу туда ходить. Я понял. То есть она пыталась вам показать, что 33 года вы ошибались. Вы жили с монстром. Нет, что я типа не понимаю. Я все хотела. Как мне победить вот обиды? Как мне перестать его винить? Вот и вот так вот взять и стать снова жить счастливо. Она говорит, что с кем вы собираетесь жить-то вообще счастливо? То есть к чему она вас склоняла? Ну, как-то я даже не знаю. Мне кажется, все-таки на разрыв. Вы сомневаетесь в этом? Просто то, что вы сейчас говорите, мне по ощущениям кажется, что если она такой вопрос задает, то она как-то спрятвигала вас к чему? Мне кажется, к разрыву отношений. Хорошо. А что вы хотите? А я хочу их сохранить и возродить, потому что... Олег, нам нужно сейчас понять, каким образом вы пришли с мужем в эту точку, где он задумал завести другую женщину. Ну да, вся ситуация понятна. Единственное, сейчас перед тем, как мы пойдем в прошлое, несколько вопросов уточняю. Сколько лет этой даме? Она старше нас еще на пару лет. То есть ей 54 примерно? Ну, примерно, я точно не знаю. У нее день рождения рядом с моим мужем в один день разница. Он прям эти вот моменты прямо... И зовут его так же, как ее мужа первого, с которым она развелась. Значит, у нее был муж... Да, сколько у нее детей? У нее был муж, которого звали точно так же, как моего мужа. И имя и отчество. И она развелась с ним? Да. Понятно. Сколько у нее детей? Двое детей. Двое детей. Так, и я правильно понял, что в командировке он в командировку ездит в тот город, где она живет? Сейчас уже не ездит. Он там работал полтора года и практически там жил. Приезжал на выходные, отсутствуя 3-4 недели. То есть 3-4 недели он был там, приезжал на выходные домой, потом опять там жил в гостинице. Там они встречались. Ну, понятно, в том городе, где жила она. Да. Понятно, окей. Она работала у него там на объекте. Хорошо. Еще такой момент хочу рассказать, что она малярша, и мы когда делали ремонт в квартире, где жили дети, он так меня ловко подвел к этому моменту, что здесь так все дорого, и такие все, в общем, мастера не очень, что я сама ему сказала, так пригласи Свету из Новосибирска. Он ее пригласил, и она жила 2 месяца, значит, здесь. Ну, не у нас в квартире она жила, но все равно он каждый день с ней общался, он отвозил ее домой. Когда я была вечером на работе, я предполагаю, чем они там занимались. Он приводил ее в наш дом, я кормила ее, и вот за это я ему отдельное, понимаете, вот это отдельный такой момент. В общем, цель твоя, давай сейчас подытожим, это построить счастливые отношения, где ты его любишь, он тебя любит. Я единственная его любимая женщина. Ты единственная его любимая женщина. Ну да, как бы, отлично. Оцени уровень своей любви к нему от 0 до 10 на текущий момент. Насколько ты его любишь на пятерку из десяти? Насколько ты чувствуешь, что он тебя любит? Ну, думаю, так же где-то. 5-5. Окей, хорошо. Что с близостью? Вот да, интересно очень, что последние года у нас уже так как-то близость-то была, но, во-первых, его нет все время, а, во-вторых, он как-то и приезжает, ну, он мне ставил спику, что я такой приезжаю к тебе, а ты типа, ну, приехал и приехал. Вот я такого не помню, а он так это воспринимал. Ну, короче, когда последние годы, вот до того, как он мне признался, у нас уже так вот близость была, ну, нечастая, что ли. А когда он мне это сказал, у меня какой-то, не знаю, сдвиг произошел. Мне прямо вот, ну, я не знаю, это мне, я сейчас понимаю, мне подсознательно хотелось чувствовать себя любимой женщиной, что вот, ну, не только с ней, он может, а со мной. И у нас вот как-то секс был прямо бурный, частый первые месяцы. Потом постепенно все это стало как-то стихать. И вот я прямо делаю такую прямую аналогию. Пока он общался и с ней, и со мной, значит, и с ней очень активно, у нас интимная жизнь была активная. Потом он стал все меньше общаться, все меньше. А сейчас он прекратил, и у нас вообще просто, он сейчас был три недели дома. Три недели – это большой у него такой кусок был дома. Ничего не было вообще ни разу. И вообще он не проявляет никакого интереса. И даже когда я к нему проявляю интерес, он всеми возможными способами дает мне, ну, как бы, в общем, понять, что ему это не хочется. Ну, в общем, избегает всеми способами. Ну, что ж, давай копать, искать причину. Прежде чем понять причину отсутствия любви, нужно понять, а что такое любовь. Вот ты оценил ее на пять. А по каким критериям ты это оценишь? Вот я люблю на пять, на один, на пять или на десять? Ну, я... Мне не дают десятку поставить, конечно, обида и неуверенность в себе. У меня все очень сильно пошатнулось, уверенность в себе. Вот. Ну, вот это, наверное, очень сильно снижает мое чувство, что я прям вот так сильно люблю. Хочешь узнать, что такое любовь? Сейчас расскажи. Это наша интерпретация. Это исключительно наша интерпретация с ангелом. Да, так как мы тоже изучаем любовь и понимаем, что это искусство. Что, ну, во-первых, в любви существует три этапа. О них просто нужно знать. Я тебе сейчас их напомню. Первый этап – это этап очарования. Второй этап – это этап очарования. Так, второй какой? Первый этап – очарование. Второй этап – разочарование. Разочарование. А третий этап – это этап строительства. Строительство любви. Строительство. Очарование, разочарование и строительство. Вот вы сейчас на каком этапе? Ну, разочарование, вероятно. Ну, долго вы шли к этому этапу? То есть, на самом деле, у людей… А может быть, мы давно в нем, только мы только сейчас это поняли? О, а возможно. Возможно. Потому что на этапе разочарования здесь обиды, недоверие, страхи, неуверенность. Не понимание. На самом деле, когда муж и жена живут очень часто и долго вдали друг от друга, у вас сбивается вот этот вот фокус. Вы не понимаете, вы хорошо живете или плохо? Потому что, чтобы это понять, нужно жить вместе все время. Я тоже считаю, что это так совпало, не просто так, что он устроился на эту работу пять лет назад. До этого всегда мы были вместе. Мы всегда все делали вместе. Мы ездили вместе в отпуск. Мы детей всегда с собой. Мы все семьей всегда делали. И мне когда говорили другие люди, что как это, чтобы муж был все время дома? Я говорю, нет, мне надо, чтобы был каждый день дома. Да. Так вот, когда люди не живут вместе, строить любовь, вот перейти на этап строительства любви, очень сложно, а скорее даже невозможно. В принципе, потому что строить нужно вместе. То есть, если любовь – это команда. И строить ее нужно каждый день. И команда – это вот женщина и мужчина. И когда они объединяются в команду, они вместе строят любовь. А когда они не команда, это только вопрос времени и способа, как они разойдутся. Либо через командировки, либо через любовницу, либо кто-то кого-то пошлет. Вот, это только вопрос времени и выбор способа, как послать друг друга. Кто посильнее, тот посылает. Кто послабее, тот ждет, когда его пошлет. Это же очевидно. Так вот, что же такое любовь? Любовь на взлете. Давай возьмем первый этап любви, когда люди влюбляются, когда у них возникает очарование. В любви присутствуют четыре ингредиента. Ой, давай упростим, три. Когда люди влюблены. Эти три ингредиента очень простые. Первый ингредиент – это радость и интерес. С человеком, мне с ним интересно и радостно вместе. Это проявляется еще в физической близости. То есть много секса, он бурный, качественный. И это вот понятно, да? Второй ингредиент любви – это благодарность за прошлое. Когда прошлого мало, то благодарности обычно много. То есть чем дольше люди вместе, тем меньше благодарности. Интересный парадокс происходит. Понимаешь, чем меньше люди вместе, тем больше ощущение благодарности. Потому что благодарность исчезает, когда появляется негативный опыт. Поэтому чем больше негативный опыт, тем меньше благодарность. Благодарность, потому что это тоже положительная эмоция. Понятно? А наш ум очень склонен все обесценивать, привыкать ко всему и в то же время еще испытывать недовольство чем-то. Поэтому благодарность уходит очень быстро с появлением недовольства. Третий ингредиент любви – это доверие или вера. Уверенность, доверие, вера, как угодно можно это назвать, это вера. И она является лишь следствием. Благодарности и радости. То есть как бы как последствия того. То есть если у нас нет благодарности, а вместо нее обиды, то доверия в будущее не будет. Причем, обратите внимание, вот эти три элемента любви, они очень сильно взаимосвязаны с временными параметрами. То есть радость и интерес – это в настоящем. А мне сейчас с ним приятно, интересно, радостно. Я хочу с ним сексом заниматься, ему со мной. Благодарность – это про прошлое. А я за прошлое благодарна или у меня дофига обид? А это про будущее. Потому что если в прошлое много обид, то в будущем, в будущее я не верю. Поэтому твоя пятерка, она говорит о том, что благодарности за прошлое. Не, за 33 года. Из-за двоих детей, из-за все, что там прожито, из-за того, что вы 44. Нет, за 29 лет есть благодарность. Я ему сказала, когда уходила, я говорю, я тебя благодарю за 30 лет. Тут очень интересная штука. Одна ложка дегтя в бочке меда всю бочку меда портит. То есть вы могли жить хоть 333 года. Но последняя ложка дегтя, она портит все, что было до этого. То есть внутри сердца. И, соответственно, в будущее веры нет. Потому что я записывал постоянно, у тебя все время слова. Я боялась, я боялась, я все время боялась, я боялась. А это вот про это. То есть доверия нет. Вы живете в страхе. А как работает страх? Страх, он притягивает опыт. Страх притягивает все то, чего мы боимся. Женщина боится, что он изменит, он изменит. Женщина боится, что он бросит, он бросит. Женщина боится, что он ее разлюбит, он ее разлюбит. На самом деле, Лена, даже сейчас ты говоришь, что я даже сейчас боюсь спрашивать. А что у него происходит? То есть ты сейчас на самом деле живешь с закрытыми глазами с человеком. Это как раз о том, что говорит Андрей. что нет вот этого доверия, нет уверенности в завтрашнем дне. Потому что в завтрашнем дне ты туда смотреть не хочешь. Я боюсь туда смотреть. Ты боишься. То есть ты боишься смотреть в будущее, вот в это, из настоящего. Вот это настоящее. Это будущее. Ты боишься туда смотреть. А боишься это смотреть только потому, что в прошлом опыте нет понимания. То есть нет понимания ценности и благодарности. Потому что Это благодарение или благодарность, она возможна в настоящем только через понимание ценности того опыта, который мы приобрели. И если мы ценности не понимаем, мы не можем благодарить, а, соответственно, мы не можем верить в будущее. И сидим в страхах, притягивая в настоящем не радость, а интерес, а грусть, печаль, когда нет ни секса, ни радости и ничего общего с человеком. То есть нам вместе плохо. На самом деле у Лены сейчас срабатывает травма, когда она узнала однажды правду от своего мужа, и она оказалась для нее очень неприятной. И поэтому, Лена, ты сейчас находишься в состоянии примерно в таком же, в котором ты была до того, как тебе сказали. Только есть один нюанс, что ты знаешь, что уже такое могло происходить с твоим мужем, и ты не можешь быть спокойна. Если раньше до той правды ты была спокойна и уверена в своем мужа, то сейчас ты пытаешься сохранить тот же вот этот видимый мир в душе своей, своим мужем, не задавая ему вопросов. Но на самом деле у тебя этот мир, он у тебя не такой же, как был раньше. Потому что у тебя была там эта травма, и ты уже в этом мире сейчас живешь с недоверием. Еще потом он мне так сказал как-то вот раз, что я ему говорю, зачем ты мне тогда все эти четыре месяца с сентября по февраль убеждал меня в том, что ты все от нее пытаешься уйти, если на самом деле он не признался. Он не знал, как от меня уйти все эти четыре месяца. Он пытался уйти от меня, но вот как-то вот не сложилось. Сначала дети уезжали за границу, потом Новый год вроде бы. Как же это вот он не испортит Новый год? И поэтому я уже теперь не знаю, чему верить его словам. Смотри, дело в том, что... Вот давай сейчас посмотрим на эту картинку, на все со стороны. Я тебе рассказал, что такое любовь. Любовь – это радость, интерес, благодарность и доверие. Когда вы с ним встретились, у вас это было? Ну, изначально 30 лет назад. Да. 20 лет назад это было? Да. Ну, скорее всего. Да. Даже 10 лет назад, возможно, это было. А потом все это куда-то исчезло. Тут еще такой, я хочу сказать, факт. Я считаю очень важным в этой всей истории. Мы собираем все факты, чтобы понять... Вот 8 лет назад у нас родились внуки-двойняшки. И один из них, в общем, родился глубоким инвалидом. Так. СПшка и все. А так как я-то пушерка, и все это как бы было... Ну, короче, я отвечала за этот этап. И вот мы получили такой результат. Ребенок, в общем, был в реанимации. Неважно, короче. В общем, все это... Родился такой ребенок в нашей семье. Наш внук. И я, естественно, приняла всю вину на себя. Меня никто не обвинял. Но я себя настолько обвиняла. Для меня это была такая трагедия. Я ее пережила очень тяжело. Не пережила, наверное, еще. Ну, в общем, он с нами, он жив. Но он совершенно вот такой вот, как показывают по телевизору. Не говорит, не ходит, не сидит. Он, в общем, с трудом ест. Вот. И дети... И я погрузилась в него. Я погрузилась. Я с ним лежала в больнице. Потому что мама лежала со вторым ребенком. Покороче, пожалуйста, суть истории. Только вы. В общем, короче. Как это связываешься? Восемь лет назад я очень сильно отдалилась от мужа. Я от всех отдалилась. Потому что я в свое горе погрузилась. И я погрузилась в... Вот, чтобы заниматься этим ребенком. Окей. Смотри, вернемся сюда. То есть, если у нас была любовь, а потом она исчезла, у этого есть причины. И первая причина, основная, это то, что люди, очень многие, мужчины и женщины, в принципе, не знают, что такое любовь. Им кажется, что радость, интерес, благодарность и доверие, это то, что было, есть и будет. И то, что это не нужно поливать, как цветок, чтобы это... Если это исчезло, то этого уже не вернут. Да. И что, ой, у меня нету радости, интереса, секса, доверия, и поэтому пойду возьму другую тетю, потому что там она любимая. А это просто близкая, потому что я с ней 30 лет. То есть, я к чему подвожу? То есть, если мужчина не понимает, что такое любовь, он думает, что любовь – это когда новая тетя, и с ней хорошо. Потому что с ней радостно и интересно, с ней нет прошлого опыта негативного, и поэтому там благодарность. И с ней, в принципе, есть и вера в будущее. С этой тетей. Да, он мне и говорит, что я уверен, что на энтузиазме у нас бы с ней было все прекрасно. Конечно, я его прекрасно понимаю. Я его прекрасно понимаю, потому что у нас таких вот мужчин и женщин как бы тысячи в Академии, и они примерно плюс-минус приходили с такими же историями. Те думают, что при смене как бы партнера жизнь наладится. Это исчезло, поэтому возьму другого, это появится, и оно реально появляется. Но ненадолго. Я ему говорю, что с чего ты взял, что тебе с ней было бы хорошо? Ты ее вообще не знаешь, ты с ней ни одного дня не жил. Леночка, это сейчас то, что ты ему говоришь, ты пытаешься его убедить, что он неправ. Это бесполезно, потому что он не понимает, что такое любовь. Это раз. Второе. Это сейчас может неприятно тебе быть слышно, но ты сказал, что готова слышать правду. Это значит, и ты не понимаешь, что такое любовь. Потому что муж и жена, которые живут, неважно, сколько вместе, год или 10, или через 30 лет, уровень их разумности, вот это муж, это жена, уровень разумности у них одинаковый. Что такое уровень разумности? Это совокупность умственного и эмоционального интеллекта. А совокупность умственного и эмоционального интеллекта определяется уровнем понимания законов жизни. То есть, как устроена эта жизнь. То есть, законы, причины и следствия. То есть, если мужчины и женщины не понимают, то это только вопрос времени, когда они начнут либо ругаться, либо отдаляться, потому что они друг друга не понимают, и когда они разведутся. Это самое главное, как мы сейчас считаем на планете Земля, это научиться понимать эти законы жизни. И это первое. То есть, законы любви. Что такое любовь? Как это проявляется? И как эту любовь строить? Как выйти из этого пике? Помните три этапа. То есть, иными словами, что такое любовь? Это понимание, как эту любовь начать строить. То есть, как перейти с этих двух первых этапов, через которые проходят все очарования и разочарования, как перейти на этап строительства любви. А чтобы строить любовь, нужно понять момент, когда эта любовь начала разрушаться. А начала разрушаться она, когда ты начала отдаляться от мужа 8 лет назад. И, в принципе, нам уже эту историю рассказала. Когда ты, не зная законов приоритетов, а это тоже законы жизни, ты сейчас их уже проходишь, я знаю. Законы приоритетов. Люди тоже, многие их не знают. Сначала я, потом жена, но в твоем случае муж, потом дети, потом родители, потом внуки, потом все остальные. И если мы путаем эти приоритеты, и сначала я, потом внук, а потом муж, то что происходит? Разрушение. То есть, а если еще туда добавляется к нарушению этих законов природы еще и чувство вины, то вина притягивает наказание. Наказание приходит с трех сторон. Либо потеря любви, потеря отношений с близким человеком, либо потеря денег, а я так понимаю, что ты их и не видишь от него, либо потеря здоровья, секса, энергии и всего остального. То есть, если мы не понимаем, что мы в чувстве вины, то рано или поздно жди наказание. Либо потеря денег, любви и здоровья. Это сейчас понятно? Да. Окей. Я еще понимаю, что он сейчас в этом чувстве вины, потому что он теперь виноват везде, и со мной, и с ней. Он тоже погрузился в это чувство вины, и там вот. Ну, это понятно, а по-другому и не может быть, потому что, если ты не знаешь законы жизни, не знаешь, как лечить прошлое, потому что, чтобы построить будущее, вот это будущее, лечить нужно прошлое. А как лечится прошлое? То да, ты из настоящего отправляешься в это прошлое, смотришь момент возникновения травмы, приведу пример, даже одну маленькую травму, когда ты сел к нему в машину, и он был напряженный, даже в этот момент была нанесена травма тебе и ему, потому что любой неразрешенный конфликт это травма, маленький или большой. Любой неразрешенный конфликт. Понимаешь? И вообще, я, знаешь, такую штуку понял сейчас вот в своей жизни, что нет ничего круче, чем быть честным. Ну, то есть говорить правду, говорить и слушать правду. Но пока у тебя есть вот эти прошлые опыт негативный, говорить правду и слушать правду очень болезненно. У меня про это тоже такой опыт, что я, мне все было интересно, я допытывалась у него, чем же она лучше? И вот это, а как это было? А как вот это было? А он мне честно все рассказывал. Он решил, что он мне будет честно все рассказывать. И я теперь, как говорится, не знаю, как это все развидеть. Я говорю, зачем ты мне все это рассказывал? Ты же понимаешь, что мне это будет неприятно. Ты просила, он тебе рассказывал, Леночка. Леночка. Мы получаем только то, что мы хотим. На самом деле, ты хотела, ты получила. Ты хотела, на самом деле, быть похожей на нее. Ты не хотела быть собой. Ты в тот момент, на самом деле, предала саму себя. Потому что ты посчитала, что ты плохая, недостойна его. А она хорошая. И ты хотела быть, ну как бы ей. Но это невозможно. Я хотела быть не хуже, так скажем, а лучше. Я хотела быть такой, как она. Но на самом деле, каждый человек, он уникален. И каждый человек, по-своему, прекрасен. И вместо того, чтобы развивать в себе свои лучшие качества, ты хотела примерить на себя качество другой женщины. А это невозможно. И ты, теряя себя, и не смогла обрести ее маску одеть. Получается, что сейчас, как будто тебя и нет. Понимаешь? Ты от себя отказалась, а чужую маску одеть не получается. Вот кто ты сейчас, Лена? Понимаешь? А когда человек отказывается от себя, от такой прекрасной, такой прекрасной жены, прекрасной матери, прекрасной бабушки, которая готова вывернуться наизнанку для того, чтобы все ее близкие были счастливы, вот нужно себя вернуть, чтобы мой муж, твой муж сказал, что я люблю эту женщину, потому что она такая, она уникальна и прекрасна. Я добавлю. Миллион прекрасных женщин, но вот Лена, она такая, я за это ее люблю. Понимаешь? И от этого нельзя отказываться. От своей заботы, от своей любви, от своего желания, счастья своим близким. Это твоя сила. И этим нужно гордиться. Понимаешь? Это в себе нужно растить. И когда ты говоришь, я вот, когда ты будешь чувствовать в себе, что я такая классная и хорошая, во мне столько всего хорошего, твой муж тоже начнет это видеть. Сейчас, после того, как у тебя пропало вот это вот ощущение, что ты ценна, что ты хорошая, и муж этого не видит. И, возможно, это произошло 8 лет назад. Возможно. Мы сейчас как бы всю твою историю за 33 года брака не раскручиваем, чтобы ты просто поняла принцип. Ну, принцип вообще строительства любви. То есть 33 года назад он тебя выбрал. Тебя. Потому что ему было с тобой радостно, интересно. У него была к тебе благодарность за то, что ты выбрала к его. Ты себя любила тогда. Ты тогда себя безусловно любила. И у вас была взаимная вера в будущее. То есть взаимная радость, взаимный интерес, и взаимная благодарность и взаимная вера. Но люди, которые не понимают, как это взращивать и поливать эти ингредиенты любви, они по-любому это теряют, думая, что они найдут это в другом месте. Но изначально это потерял не он. Это потеряли вы и каждый по отдельности. Вы как команда потеряли. И ты потеряла ту саму самоценность, любовь к себе. И сейчас ты пытаешься какими-то способами, как умеешь как-то вернуть эти отношения. Но чтобы вернуть другого человека, нужно сначала вернуть себя себе. Другого варианта нет. Теперь вопрос, как возвращать себя себе. Существует тысячи всяких методик, тысячи продавцов счастья. Мы тебе сейчас покажем принцип, расскажем, как это делать. Тем более я знаю, что ты уже вроде бы пришла в академию, и ты сейчас просто этим сможешь воспользоваться и вернуть себя себе. Да, у меня вторая неделя. Потому что мужчина, который видит, что видит рядом с собой счастливую, уверенную, ценящую себя женщину, у которой нет ни обид, ни чувства вины, ни страхов, он по-любому к ней вернется. Он просто как бабочка на свет. По-любому. Потому что что такое свет любви? Свет любви – это когда мы чисты от обид, страхов и чувства вины. Обиды, страхи, чувства вины. Вот три врага, убивающие радость, благодарность и веру. То есть, собственно, три ингредиента любви и три врага. А враг – это обида, страх – это следствие обиды, но чувство вины – это та же самая обида, только на себя. Понимаешь? По факту, если мы сейчас уберем страх в сторону, потому что страх – это лишь следствие того, что мы обижены на себя либо на кого-то, то по факту получается, с кем нужно работать, с чем нужно работать, единственное с чем? С собой. С обидой. С обидой. Либо на кого-то, либо на себя. И что сейчас получается? На самом деле, ты сейчас поставила свою жизнь и свое счастье в зависимости от другого человека. То есть, если этот человек со мной, значит, я как бы счастлива. Если он начнет там гулять, то все, моя жизнь рухнула. И вот это самая большая ошибка, когда в отношениях есть вот эта зависимость. Потому что на самом деле любовь – это когда мне хорошо с тобой и точно так же мне хорошо без тебя. То есть, я самодостаточный человек, который может быть счастлив и сам с собой. А если я сама с собой, ну как бы меня нет, дайте мне подтверждение, что я есть. Любите меня или ненавидьте меня, неважно. Просто давайте мне подтверждение, что я есть. Тогда мы привлекаем к себе жизнь вот всякие разные такие события. А если мне подтверждение не нужно, что я классная, что у меня огромное количество плюсов, которые я вижу, за которые я себя ценю, и тогда люди будут ценить меня тоже за эти плюсы. Потому что мир – это наше отражение, это зеркало. Поэтому сейчас, если что происходит в семье и с мужем проблемы, это значит, что говорит о том, что я потеряла себя как женщина, я потеряла себя как жена, я не ценна как женщина и как жена. И, естественно, из такого состояния что бы ты ни делала, какие бы вкусные ужины ты ни готовила. И как бы ты там себя не вела, все равно мужчина будет тебе отражать твою собственную неценность. И отсутствие секса – это лишь индикатор того, что у тебя нету сейчас внутри вот этой ценности и любви. Потому что она просто как бы, ну ты понимаешь, вычеркнута вот теми самыми чувствами вины и обиды. И нам сейчас нужно пойти в момент зарождения вот этой обиды. То есть когда ты впервые эту ценность прям, ну когда очевидно ты ее потеряла, потому что то, что сейчас происходит, нет смысла работать со следствиями и тем более с последствиями. Вот то, что три недели нет секса и то, что у вас там сейчас пока вообще непонятно что и то, что ты боишься к нему подойти, это все, вот это все верхушка айсберга. Давай сейчас отмотаем назад в тот момент, когда впервые ты почувствовала неуверенность и потеряла свою ценность. Назови эту ситуацию. Когда ты обесценила себя и сказала я какая-то я плохая. А потом просто все раскручивалось уже. У меня еще, да, ну я, наверное, самый вот такой все-таки Рубикон, это когда он мне признался в том, что у него есть другая женщина. Но я хочу еще такой момент сказать, что у меня был, ну, то есть я тоже не знала вообще как себя вообще в какое-то хоть ресурсное состояние привести, да, и у меня пришла такая мысль, я ему даже сказала и меня отпустила на два дня, вот, что пусть я, значит, не единственная, зато любимая. И я с этим вот ощущением, что и он так как-то сразу прямо вот тоже так обрадовался этой такой формулировкой, что меня это устраивает, вот мы так с ним прожили два дня как-то очень тепло. Вот тут я, может быть, себя еще больше предала. Леночка, давай... На самом деле, ты себя здесь поставила бы еще большую зависимость. Ты поставила себя, это не про любовь. Это про зависимость. Сейчас просто отслеживай причину следственной связи. Я сейчас буду тебя ввести в прошлое, просто иди за моим голосом. Вот сейчас есть решение, вот мы с мужем, но у нас нет любви, потому что вот ты говоришь, ну у нас пятерочка. Ты пойми правильно, в моменте я либо люблю, либо ненавижу. Вот либо люблю, либо не люблю. На самом деле середины нету. И пятерочка это иллюзия, это иллюзия, это ловушка ума. Я либо люблю, либо не люблю. Конечно, бывают как бы, ну, моменты там, то есть я мой, ну, от любви до ненависти один шаг. Мы можем тут, например, 60% дня люблю, 40% дня не люблю. Но глобально я понимаю, что моя любовь, она 100% тотальна. Я просто иногда могу там, ну, в контексте каком-то, там, вспылить там, или как-то прореагировать на конфликт, конфликт создать. Но в целом я либо люблю, либо не люблю. Вы друг друга не любите. И поэтому у вас сейчас нет любви, сейчас близости. Потому что, идем и теперь копаем, потому что он завел любовницу и жил с ней 4 года. Все вот эти ваши истории, там, хождение туда-сюда, качели, это все сейчас вторично. Есть причины следственной связи. Мы сейчас не любим, потому что у нас разрушено доверие и разрушены наши отношения, потому что возникла любовница в его жизни. А она возникла, то есть он захотел любить другую женщину, с которой он начал создавать радость, интерес, благодарность, потому что со мной у него потерялась радость, интерес, благодарность. А это потерялось, потому что помимо, любовница, это вообще следствие. Нам у нас сейчас вообще неинтересно. Мы идем, что любовница, это следствие, потому что он тебя не любил. Он не хочет, то есть ему с тобой не хотелось рядом, ему с тобой неинтересно, ему с тобой не ценно. Не чувствует он с тобой хорошо, потому что? Потому что? Потому что я когда-то сама его так же не ценила. Потому что я его не ценила, не любила, не благодарила и отошла от него в сторону. Абсолютно верно. И поэтому он завел себе сначала командировку, чтобы от тебя уйти. Потому что мужчина не хочет быть с женщиной, которая несчастлива. Он себе придумывает либо работу, либо командировки, либо охоту, рыбалку, либо любовницу. Неважно, какую зависимость придумывает мужик. Да, на самом деле мужчина живет на энергии женщины. И если энергия женщины очень низковибрационна, когда она в горе. А ты сказала, что 8 лет назад у тебя произошло горе. Мы туда дойдем. И вот на этой энергии мужчине жить очень трудно. Он начинает либо болеть, либо у него деньги начинают уходить. Либо он начинает искать другую энергию, которая бы его питала более качественно. Да. Итак, я от него отдалилась, потому что... Потому что... Потому что у нас такая произошла вот ситуация. Потому что у нас такая произошла ситуация. Да, трагедия. И вот сюда мы идем. Вот где корень. Вот момент зарождения всей истории. То есть чувство вины твоё появилось, которое разрушило жизнь. Постепенно, медленно разрушило. Сейчас тебе это понятно? Сейчас мы туда пойдем. Ну, почему? Ну, он мне говорит, что он всю жизнь вообще чувствовал, что... Ну, вот это вот как бы не очень интенсивный секс был у нас и раньше. Как бы... Ну, в общем, он часто чувствовал, что я не хочу с ним быть. И, в общем, отлуп. Вот как это его такое слово. Что он все время там инициативу проявляет. А я вот... То есть это было еще и до рождения. Окей. Значит, давай... Может быть, это еще раньше. То есть он... Давай вспомни самый яркий момент, когда он тебе сказал, что я не чувствую, что ты меня хочешь, что ты меня любишь. Самый яркий и негативный момент. Ну, может быть, я не знаю это. У него самая яркая сексуальная фантазия, что я с другим мужчиной. Он мне это рассказывает, потому что он всегда думал, что мне с ним именно не хорошо, не хочется. А вот кто-то другой бы, вот с кем-то другим бы, я бы вот... Ему так кажется. Давай впервые. Когда впервые первый разговор был? Сколько лет назад? 15-20 лет? Ой, я не знаю. Лет, наверное. Примерно, неважно. Ну, просто пример. Не знаю, 20. Окей, 20 лет назад он... Вот смотри, идем сюда. 20 лет назад он мне сказал. Что? Ну, что... Вот его это очень возбуждает, мысль об этом, что я с кем-то другим. И что он предложил? Ну, нет, он мне ничего такого не предложил. Ну, он... Нет, смотри... Ну, типа, а то я тебе, значит, не интересен, вот. Вот нас интересен... Ну, это же он сделал вывод на основании чего? Нам интересен вывод, что я тебе не интересен, потому что... Ну, потому что я часто тоже отлынивала как-то так, под разными предлогами. Вот, вот, вот. А я отлынивала, потому что... Да, я отлынивала, потому что... Ну, у меня есть куча оправданий. Давай, нет, нам самое главное... А нам нужна не оправдание, Леночка? А, правда, нам правда нужна. То есть я отлынивала. На самом деле. Ну, правда, мне как-то не хотелось, потому что я пила контрацептивы. Я работала с утками, и у меня был нарушенный режим сна. Мне вечером никогда не хотелось спать, а он всегда идет очень рано спать. Мне хотелось утром спать, а он утром рано встает. У нас был вот этот... Ну, в общем, как-то получалось так, что не совпадали наши вот эти вот ритмы. Ага, отлично. Не совпадали ваши ритмы. Смотри внимательно. Вот сейчас просто на картинку, которую я тебе рисую. Вот это ты. Вот это он. И ваши ритмы не совпадают жизненно. Еще раз повторюсь, секс – это индикатор. Не важно, там, 20 лет назад, 10 лет, сейчас. Это просто вы, не команда. То есть вы не живете как бы синхронно. Вы не в резонансе. Потому что любовь – это резонанс. Это когда вы вибрируете на одной частоте, когда у вас общие цели, общие ценности, общий режим дня, общие завтраки, общие ужины, общий секс, общая жизнь, понимаешь? Вот это называется любовь. У вас уже 20 лет назад этого не было. А появление внука – это повод просто для себя. Знаешь, это очередная такая как бы ловушка ума, что, а, мне, в принципе, муж и так не нужен, поэтому вот я займусь внуком. Хотя я тебе прям искренне рекомендую эту тему отдельно проработать. Убрать чувство вины, ну, либо с помощью нашей технологии, либо с психотерапевтом. Убери это. Потому что чувство вины… Как-то у меня получилось. То есть внук… Да, он… Ну, с психотерапевтом лучше всего. То есть он просто усилил то, что, на самом деле, было еще 20 лет назад, еще до внука. А до внука было что? Вот сейчас хочется понять, какое ключевое и неэффективное действие ты, как женщина, делала, из-за чего у твоего мужа развилась бурная фантазия, что тебе, наверное, с другим мужиком будет хорошо, а с ним тебе хреново. Потому что он чувствовал, что ты его не хочешь, не любишь. Сейчас это… Тебе сейчас это очевидно или нет? Да. А его бурная фантазия, она как бы в итоге все равно привела к командировкам, к любовнице и так далее. Но сейчас нужно вот здесь корень найти. Почему ты… Ну, почему ты вот не хотела с ним гармонично выстраивать вот тогда всю жизнь, в том числе и сексуальную? В чем причина? Не знаю. Не знаю. Я думаю, Лена просто не знала, как это делать. Лен, тогда расскажи нам, как мама и папа, как твоя мама выстроила отношения с твоим папой? Папа был очень авторитарным человеком. Он очень многого добился в жизни, родившись в глухой деревне, поступил в гимнон. Не нужно всю историю ваших родителей. Я имею в виду, что он такой был в яркой, личности, очень авторитарный. А мама была всегда его верным санчупанцем. Так. И плинки с него сдувала. Так. И в то же время, я теперь уже знаю, как бы уже... Мамы давно очень нет. Она умерла рано, в 56 лет. Вот. И я сейчас вот знаю, что у папы были любовницы 100%, и мама об этом знала, и не зря она от рака умерла. Вот. Вот так вот. Когда впервые ты узнала о любовницах папы? Это я уже осознала, это после того, как ее... Когда узнала? Ее не стало. Да. Когда впервые узнала, сколько тебе было лет? Ну вот, короче, были женщины, которых он точно так же привозил. Сколько тебе было лет? Ну, где-то... Примерно, Леночка. Ну, 27 лет мне было, когда ее уже не стало. Значит, ну, где-то 25-24. Тебе было, смотри, тебе было 25 лет, 24-25 лет, когда ты узнала, что твой папа изменяет маме? Ну, я тогда это не понимала. Сейчас. Ты узнала это? Нет, я это не узнала. Он просто привозил женщин, а потом я поняла, что это были за женщины. Окей, хорошо. Туда привозил? Жить, ну, в семью, что ли? Ну, нет, они были просто... Папа работал по командировке в Швеции, и он туда приглашал их просто, ну, за границу. Всем интересно съездить. А, то есть, получается, папа ездил в командировки. Они там жили в длительной командировке. Вот, они там жили в длительной командировке, и он туда вот приглашал просто погостить там вот типа своих там вот... Хорошо. Я сейчас картинку... Вот это ты с мужем 20 лет назад, и ты не хочешь с мужем по каким-то причинам налаживать вот эту синхронизацию, чтобы вы в ногу были по жизни, чтобы у вас прекрасный был секс, и все было гармонично. Вопрос. Вот на тот момент, каким у тебя было представление отношений, когда ты смотрела на папу и маму? Как ты относилась к отношениям мамы и папы? Ощущения, первые мысли? Не могу сформулировать даже. Что ты чувствуешь? Тогда чувства. Я чувствую, что мама и папа... Мама любит папу или нет? Мама любит, да. Мама любит. Папа любит маму? Ну, он как-то воспринимает это как должен. Тебе... Что ты чувствуешь по отношению вот к таким отношениям? Тебе нравятся такие отношения, как у мамы и папы? Ну, мне кажется, что он не додавал маме. Ему как-то вот перекос какой-то, что она вот просто... Она ему давала... Она ему давала больше, а он меньше. Да. Так. Ну, и он это не очень ценил, скажем. И он не ценил. А теперь посмотри на свою модель отношений. У Витя, что ты в итоге делала? Какую ты создала определенную модель поведения по отношению к мужу, чтобы не повторить модель родителей? Видишь или нет антисценарий? Давай я тебе посвечу еще раз. То есть мама много давала заботы и в ответ не получала. Поэтому твой мозг... И в итоге умерла. И в итоге умерла. От рака. Какой мозг создал... Твой мозг создал модель поведения по отношению к мужу, чтобы не повторить путь матери? Какой? Не додавать. Не додавать мужу любви и заботы. Это понятно сейчас? Это понятно сейчас точно? Ну, я... Да, как сказать... Ну, что... Да, этот вывод родился сам, но он какой-то получается, в общем... Какая выгода? Смотри, мы сейчас не будем заниматься психотерапией. Нужно понять, тебе простое, ключевое, неэффективное действие по отношению к мужу 20 лет назад. Сейчас твой мозг может не принять вот эту причину-следственную связь и не увидеть... Потому что это подсознательные намерения. Это подсознательная вторичная выгода не стать жертвой, как твоя мать. Это подсознательная. Ты можешь сейчас даже это не видеть. И можешь даже с нами не соглашаться. И не обязательно. Тебе сейчас важно понять, какое ключевое и неэффективное действие ты делала по отношению к мужу. И делала ты его всю жизнь, все эти 33 года. Какое? Назови его. Я, в общем, видимо, тогда как-то решила не додавать, чтобы не было разочарования от несбывшихся ожиданий. Простыми словами, да. Я мало заботилась. Я мало ему давала ласки, нежности, заботы, внимания. Вот это понятное действие? Оно точно понятно? Здесь получается, что у Лены есть картина, в котором мама давала любовь, заботу и внимание, а получала в ответ измены. И в итоге как бы умерла раньше времени. То есть по факту, смотри, какая интересная штука. Как работает мозг девочки, которая смотрит на маму? Мозг девочки выбирает два сценария жизни. Два варианта развития событий. Либо она делает так же, как мама, и через чур гиперзаботливая. И в итоге огребает те же грабли. Либо она идет по антисценарию. И супер незаботливая. А наоборот, там, например, сама авторитарная там или какая-нибудь, но незаботливая. А муж же, но в итоге попадает на эти же грабли. Вот так устроена жизнь. Почему? Потому что у девочки нету иного, иной модели поведения. То есть она не знает, как по-другому. Потому что если мама не научила, как правильно, как создавать баланс, брать, отдавать, сколько ты любви отдал, столько получил. И мозг девочки не увидел, что когда ты отдаешь 100 килограммов любви мужчине, ты получаешь ровно 100 килограммов мужчины. Но если девочка это не видит, у нее возникает такое ложное представление о любви. Но на самом деле девочка видит то, что она видит по внешним проявлении. Но на самом деле, если мама не получала любви от папы, то, соответственно, этому есть причины того, что она на самом деле отдавала папе, почему он так к ней относился. Но ребенок, он видит только очевидные вещи. И в твоей голове возникла вот эта связка, что если отдавать любовь мужчине, он ее будет использовать против тебя. Он будет изменять, делать не поймешь что. Или не додавать. Ну, изменять он папа просто позже начал. Лен, там папа позже. И в любом случае, мозг, твой мозг, он как бы сработал так, что лучше не додавать. Потому что все равно не вернут. Вот эту связку чувств, оно, грубо говоря, это подсознательно. Это ключевое неэффективное действие. Как ты думаешь, какое ключевое эффективное действие тебе прямо сейчас можно делать? Потому что неважно, когда ты начнешь менять свою судьбу. У тебя впереди еще как минимум 50 лет жизни. И ты можешь следующие 50 лет жизни прожить по-другому. Какое ключевое эффективное действие ты можешь начать делать? Я могу додавать 100% своей любви. Давать 100% любви мужу, чтобы он ее чувствовал. Но вот какая засада. Если тогда ты могла, в принципе, давать, потому что еще не было такого огромного негативного опыта, то сейчас тебе 52, и огромный шлейф обид, чувства вины. И поэтому для того, чтобы давать вот эту любовь, которую на самом деле ему достаточно будет, чтобы он тебе отдавал и секс, и заботу, и деньги, и все остальное, нужно избавиться от этих обид, и чувства вины. Лена, что ты добавишь сейчас? Ангел. Да. Да, как? Я сейчас мысль просто доведу. И чтобы вот вас... Представь себе, ты 52 года никогда этого не делала. То есть, например, ты всю жизнь ела красной ложкой правой рукой. И тут тебе вдруг говорят, что спустя 52 года тебе нужно есть левой ложкой из зеленого цвета. Леночка, это непросто. И мы тебя понимаем. Именно поэтому вот этот навык, его нужно тренировать как мышцу. Как мышцу. Системно, ежедневно, до тех пор, пока ты не увидишь новые всходы. И пока старый навык не уйдет. Но обиды, мать твою, будут мешать. И мешать есть вот это и заботиться бескорыстно из любви. Потому что сейчас твой мозг считает, что виноват он или она. Мама, папа, мужик, вот это, не мужик, точнее, любовница виновата, что его захомутала, что она как-то лучше тебя. Там, муж твой, что он ее выбрал, а не тебя. То есть, сейчас твой мозг, он виноват ими делает кого? Вот давай по чесноку. Ну, первое, он, конечно. Он виноват. Ну, я тоже виновата. Я виновата, что не дала ему любви. Смотри, мы сейчас тебе рассказываем, что ты не дала. Не для того, чтобы тебя в чувство вины загнать, а чтобы ты правду увидела. Я сейчас, ну, видишь, я сегодня даже очки не надел, вот эти, потому что на самом деле, я там тебе сейчас как демон немножко это делаю, да, говорю тебе правду. Она неприятная, потому что я тебе реально говорю, что ты создала эту историю, когда не додавала ему 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад. Ты не додала, но не потому, что ты плохая, а потому, что мама твоя тебя не научила, тебе делать это правильно. И мама твоя неплохая, просто мама не знала. Ты не знаешь, любовница не знает, муж не знает, вы просто все не знаете. И для того, чтобы начать отдавать мужу любовь, заботу, искренне от сердца, соответственно, нужно эту любовь сначала в своем сердце возродить, да, для того, чтобы ее возродить, нужно избавиться от обид, которые сидят в твоем сердце за разные вещи, которые происходили в вашей жизни. и у тебя сейчас будет технология, на второй неделе ее пока нет, на третьей, по-моему, на третьей неделе у тебя поездки технологии, в которой ты как раз будешь потихоньку очищать свое сердце от обид. И как только обиды из сердца уйдут, туда автоматически придет любовь, потому что только так это работает. Потому что обида, она сильнее, как энергетически, она такая, низковибрационная энергия, они сильные, плотные. Поэтому они очень легко попадают в сердце и очень легко оттуда выдавливают любовь. Поэтому как только ты уберешь эти обиды, любовь там появится, и тогда уже ты на самом деле будешь что-то делать мужу, и он будет чувствовать любовь, потому что ты можешь даже сейчас делать что-то, начать заботиться, но это бессмысленно. Ты будешь отдавать ему свою обиду, он скажет, я не хочу этого брать. Ты будешь ему отдавать, заботиться, а он будет тебя акрессивировать. Ты не будешь понимать, почему это происходит. Я метафорически тебе поясню. То есть ты говоришь, смотри, вот тебе, например, тарелка меда, но там будет обязательно ложка обиды, вот этого дегтя. И поэтому он не может получить твою любовь. Но он не может это принять так, как ты хочешь. На сто процентов. И как избавляться от обид? Суть. На самом принцип очень простой, но ты будешь это делать уже в нашей академии с помощью инструментов, потому что работают они следующим образом. Ты будешь находить вот этот сценарий, любой, например, мама умерла от рака. И ты будешь находить ценность в этом уроке, ценность и ключевое трансформирующее действие, которое позволит тебе видеть даже в смерти матери ценный опыт и ценный урок для себя. Или, например, рождение внука-инвалида. Ты будешь учиться видеть это ключевое действие для себя, чтобы видеть ценность даже этого опыта, хотя это трагедия для многих, но не загоняя себя в чувственную штуку зеленую. Это не значит, что вы радуетесь трагедиям. Это значит, что вы понимаете, что в этом мире, в этом мире, который создал создатель, Бог, Творец, есть только совершенность, мудрость, красота, где Бог все время делает все из любви, давая нам только лучшее. То есть, Он дает нам только лучшее. Но если мы не можем это лучшее видеть, то мы обижаемся и мы думаем, что Бог несправедлив, Он дал не того внука, не того мужа, не ту маму, не того папу, то есть, каких-то неправильных, каких-то плохих. И когда вот во всех этих... Сейчас, Лена, я договорю, и когда во всех этих как бы в кавычках плохих людях ты увидишь ценность вот эту зеленую и поймешь, что они все классные, но они просто что-то не знали, что-то не умели, что-то не догнали. И вот эта ценность, она и уберет все твои обиды. Вот, Леночка, понятно? Лена, давай. Я такой момент хотела бы сказать. Вот рождение внука, да, то есть, тоже хотела подсветить такой нюанс. Когда ты вдруг решила взять на себя эту вину, ты поставила себя на место Бога. Как будто ты решаешь, какому ребенку родиться. Но если мы будем с этим разбираться, то душа изначально выбрала этот опыт для себя. И ты здесь не имела вообще никакого влияния на это. но когда ты решила себя поставить на место Бога, это называется гордыня. То есть, я настолько крута, что могла бы решать, какому внуку родиться, здоровому или больному. А гордыня, это, сама знаешь, прекрасно, это смертный грех, самый важный, и он на самом деле дает бессилие. То есть, я на самом деле буду чувствовать все время, что я не могу ничего решать, что я бессильно что-то сделаю. Поэтому, как только ты передашь эту ответственность Творцу и душе ребенка, который выбрал родиться с такой кармой в этой жизни, тебя отпустят. Ты перестанешь за это чувствовать вину. И наказание автоматически исчезнет. То есть, у тебя появится благо дарения Творцу, благо дарения всем твоим учителям, мама, папа, муж, любовница и все остальные благодарения. И как только ты почувствуешь вместо осуждения благодарение к этим людям, ты получишь это благодарение от кого? От мужа. Я бы еще хотела сказать один момент, Лена, для того, чтобы сейчас тебе начать работать над отношениями, над собой. Вам нужно с мужем стать командой. И для этого вам нужно сесть честно, и сказать друг другу правду. Готовы ли вы дальше двигаться вместе, жить вместе и строить вместе любовь? Чтобы каждый из вас дал некое обещание на дальнейшую вашу жизнь, как вы двигаетесь. Потому что нет ничего хуже вот этого непонятного состояния, когда ты на одной ноге стоишь, и ты не понимаешь, в какую сторону ветер тебе подует, куда ты упадешь. создай себе это ощущение безопасности, когда вы с мужем договоритесь, что вы семья, что вы ее строите и продолжаете быть вместе. И тогда ты можешь уже более спокойно и уверенно двигаться вперед к возврату любви к себе и, соответственно, к благодарению мужу. А как я узнаю, что он это говорит искренне, что он сам понимает, что хочет хорошее предложение. Хороший вопрос. Я небольшой тут сделаю поправку на ветер. До тех пор, пока вы находитесь на определенном уровне разумности, разумность, еще раз повторю, это совокупность умственного и эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект это эмпатия, это умение понимать и чувствовать потребности свои и партнера, и их синхронизировать. И то, что тебе сейчас ангел порекомендовал, возможно на 100% идеально это может не получиться. Я в принципе предполагал, что ты мне этот вопрос задашь, потому что на текущем уровне разумности не обижайся, эту договоренность твердую создать трудно, потому что ты говоришь, а как я пойму, что он сказал мне правду. Ты можешь это не понять, потому что пока эмпатии и понимания этого человека у тебя пока нет, вы пока далеки друг от друга, вы пока вообще на разных планетах, но постепенно ваше сближение будет происходить по мере увеличение твоей разумности. Я знаю, что ты поступила в Академию управления мышлением и знаю, что сейчас уже ты изучаешь законы жизни. И чем выше, вот смотри, сейчас вы вот так, на этом уровне разумности и на таком расстоянии друг от друга, вы сейчас чужие люди, то есть вы стали чужими, вы были близкими, стали чужими. Как будет происходить трансформация? Ты будешь повышать уровень понимания жизни, уровень разумности постепенно, обиды будут постепенно уходить и будет происходить вот такой процесс. Он будет подтягиваться и сближаться. И в какой-то момент вы вдруг поймете, что вы друг друга понимаете, слышите. И вот в этот момент, ты этот момент не пропустишь, не проедешь. Потому что в этот момент будет просто фееричный секс, слезы, понимание и правда. И в этот момент произойдет вот самая мощная трансформация в вашей системе под названием семья. Да, может быть, это спустя 35 лет, ну или там 34. Но самое главное, что пока мы живы, мы можем все это изменить, повышая уровень разумности. Вот такая штука. Лена, хотела бы сказать, что на самом деле ты, возможно, сама не хочешь слышать эту правду. Поэтому он тебе и правду и не скажет. Если ты для себя поймешь, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, лучше правда в принципе своем, чем жить в иллюзии, и ты попросишь просто мужчину сказать тебе правду, потому что ты готова ее услышать. Потому что лучше знать правду, чем жить в иллюзии. Ну хорошо. Скажет он мне, что по правде мне хреново с тобой. Я не знаю, что с этим делать. И кто спросит, а что тебе хреново? Командой быть я готова. А как ты хочешь? Вот, смотри. А как ты хочешь, чтобы было? И вот как раз это и есть повод для того, чтобы поговорить о том, как он хочет. Потому что на самом деле ты же практически даже не знаешь этого. Вы сейчас чужие. Ты пыталась найти правду, стараясь быть похожим на Светлану, но это не тот путь. Ты просто спроси у него, что ему нужно от любимой женщины. На самом деле пока он может тебе так и сказать. Я понятия не имею, что я хочу. Я вообще не понимаю, что я хочу. Вы сейчас абсолютно одинаковые две жертвы. Жертвы вот этих обстоятельств, в которых вы оказались за эти 52 года и 33 года семейной жизни. И вы прекрасные, замечательные люди. Вы идеальная пара. Но вы просто не умеете и не знаете, как договариваться. С чего-то же нужно начинать говорить правду. Нужно хотя бы к этому приближаться. Хотя бы сейчас на первом этапе ваш разговор будет не очень хороший, не очень какой-то конкретный, то вы все равно двигаетесь в эту сторону. Говорить о том, что я хочу слышать правду о том, что ты думаешь, о том, что ты чувствуешь, о том, что ты хочешь. Это очень круто, когда мы говорим друг другу искренне все, что у нас есть внутри. Нет ничего хуже, когда ты не знаешь, что хочет твой мужчина, что он вообще думает о тебе, о вашей жизни. Вот это хуже 150 раз, потому что это как раз и есть основное препятствие, которое не создает команду, не создает семью в том истинном выражении, в котором должно. Главный разрушитель любви это непонимание, незнание, неизвежность, неопределенность. Это все иллюзии. То есть все эти радости, интерес, благодарность и веру разрушают непонимание. Поэтому, Лена, мы очень рады, что ты пришла. На самом деле, все, кто нас смотрит сегодня или посмотрит, друзья, вам всем привет большой. И от Елены, и от нас, потому что с этой ситуацией сталкивается в той или иной степени абсолютно каждая пара, каждый человек, каждый мужчина, каждая женщина. И мы сейчас на самом деле подсвечиваем и помогаем людям увидеть свои собственные сценарии жизни, не закрывать глаза на правду, а понять, что мы стали чужими, и понять, что я не понимаю законы жизни, я не понимаю, как жить вместе в любви, гармонии всю жизнь, как строить отношения, а не разрушать. И действительно, 99% людей этого не знают. Поэтому спасибо тебе за откровенность, за открытость. И давай сейчас просто сделаем выводы, какой следующий шаг ты сделаешь, что ценного ты сегодня поняла, какой шаг ты следующий сделаешь, и какое ключевое трансформирующее действие ты начнешь уже делать. Давай вот из всего, что произошло. И какой шаг, для какого результата, чтобы через неделю ты какого-то результата небольшого достигла на своем пути. Что ценного, какое действие и какой результат ты уже можешь получить? Что ценное? Я понимаю, что я сама создала эту ситуацию. И я ее создала не потому, что я такая вот не такая, неправильная, плохая, в общем, неудачная. Просто я не знала, как нужно. У меня не было такого опыта, примера. Никто меня не научил, и я ниоткуда не научилась. То есть это последствия моих же собственных неправильных действий. Сегодняшняя моя ситуация. Это ценно. И какие действия теперь ты будешь делать, чтобы исправить эту историю? Потому что пока мы живы, мы можем все изменить. То есть если ты создала, ты исправишь. Да. Я поняла, что мои вот эти теперь уже нужные, эффективные действия это не бояться отдавать любовь на сто процентов. доверять, заботиться, быть уверенной, что это мне все вернется. Без ожидания. Ты смотри, с одной стороны верить в то, что тебе все это вернется, но при этом без ожидания получить это в моменте. Потому что сейчас, скорее всего, ты можешь и не получить. Потому что, когда мы 50 лет разрушали, то сразу может не вернуться. Нужно сначала почистить обиды, страхи, чувства вины. Ну поверь мне, Леночка, этот мир, вот этот мир бесконечно совершенный, в нем есть закон равновесия. Все вернется. Мы получаем вот все, что мы в мир отдаем, и все это получим. Поэтому не бойся отдавать любви. Ты прекрасная, красивая, умная женщина. У тебя двое детей, четверо внуков, прекрасный муж. Бог дал вам этот мир и эту жизнь, чтобы вы научились здесь быть какими? Разумными. разумными. Вы научились играть в эту жизнь? Чтобы вы научились быть разумными, любящими и счастливыми. И парадокс в том, что многие люди не знают, что оказывается, этому нужно учиться. Нужно учиться быть, учиться любить, учиться быть разумными и учиться быть счастливыми. Лена, скажи, пожалуйста, какой результат ты можешь достичь через неделю, чтобы мы поняли, что ты начала двигаться к своей цели? Ну, я думаю, что сейчас его опять нет, он в командировке. Может быть, не через неделю, потому что это лично все-таки нужно делать. Я думаю, что нам нужно просто сесть и поговорить о том, что мы хотим вообще друг от друга, как мы видим свою жизнь, видим ли мы вместе или не вместе. Прекрасно. Вот классный результат. Это пришедешь нам фотографию, нам с ангелом, где, на которой вы сидите и мило поговорили, чтобы мы увидели, что вы душевно поговорили о вашем будущем. И от нас такой маленький лайфхак. Вот на эту встречу, на этот контакт, тебе важно прийти с благодарностью. Поэтому давай прямо сейчас сделаем короткую практику благодарности. За что ты благодарна? Во-первых, кто вот на всей этой линейке твоей жизни, на всей линии времени, вот был твоим учителем во всей этой сегодняшней истории больше всего? Вот кто-то тебя мучил больше всего. Давай, кто? Ну, муж. Муж. А любовница, в принципе, я особо не волнуюсь. Ну, нет. Он на первом месте. Окей. Давай сначала муж. За что мужа поблагодаришь? Вот чему он тебя научил во всей этой истории? Он меня научил, ну, показал, почему вся эта история произошла? Что все, в общем-то, было от того, что я не додавала ему любви, заботы, внимания, нежности. Значит, он тебе чем учил? Он мне это показал. Он тебя учил быть любящей. Любящей, заботливой, внимательной. Заботливой, внимательной. И этому же тебя учила любовница его. Она лишь просто инструмент в руках Бога, чтобы все весь этот замес произошел. Чему тебя учила мама, которая отдавала, как тебе казалось, избыток любви, и папа, который не отдавал ей и залил себе еще и женщин? Чему они тебя учили? Ну, они меня, получается, учили тому, что не надо слишком много отдавать. Нет, это неправильно. Это вот, ты смотри, твой мозг опять идет в старую ловушку. Это твоя старая ловушка. Да, да, да. Теперь ты благодаришь их за то, что на самом деле они тебя учили отдавать любовь бескорыстно, без ожидания в ответ. Просто сейчас тебе нужно это понять, что они тебя тоже этому же учили. Я тебе, знаешь, удивительно, вот это то, к чему мы пришли за 30 лет нашего брака, то, что все наши мучители, и мама, и папа, и все наши мучители по жизни, они учат нас все одному и тому же. Любви и мудрость. Как это ни странно. На самом деле, Лена, знаешь, хотела тебе предложить такой, пережить сейчас новый опыт и прямо сейчас, вот прямо в камеру сказать славу благодарности своему мужу. Вот что сейчас вот ты могла бы ему сказать от сердца, от любви? Я, если честно, вчера, после того, как прошла ключ, вот беру дневник буквально, и написала я вчера, и могу сейчас это сказать, я обычно писала, я благодарю там мужа за то, за то, а тут я просто ему написала. Я благодарю тебя, любимый мой, за твою теплоту, любовь, заботу, за терпение. Я благодарю Вселенную, что она послала мне тебя. Ты самый лучший мужчина, во всем мире, и я тебя очень люблю. А теперь посмотри в камеру, скажи пару слов вот от себя, не зачитывая, вот просто от сердца, прямо сейчас. Просто то, что идет. Просто почувствую, дам тебе Богом, и вы вместе. Просто смотри, да, и представь, что это он перед тобой. Я люблю тебя, я счастлива, что ты есть в моей жизни. Я очень хочу прожить с тобой счастливой всю оставшуюся жизнь, заботиться о тебе. Спасибо. Поверь мне. Поверь мне. Поверь мне. Твою любовь. Ну, это уже потребность, но поверь мне, он тебя услышит. Он тебя обязательно услышит, если ты будешь говорить с ним от сердца. Сейчас у тебя, ты немножечко этот опыт, его коснулась. Ты пока только прикоснулась, и почему у тебя такое интересное совпадение? Я знаю, что ты вчера прошла свой первый ключ в Академии, и ты видишь, какая синхронизация. То есть вчера первый ключ, а сегодня вот это черно-белая правда. И ты видишь, что все одно и то же. То есть тебе мир вся эта цель. Очень много перекликается, да. То есть тебе все говорит только об одном. Научись любить и создавать ценность себя, мужа, близких, людей этого мира. Все. Спасибо, Лена. Мы уверены, Лена, что ты справишься. Сто процентов. С помощью нашей Академии точно. Ну что, пока. Спасибо вам большое. Давай, пока. Сынаем тебя. Всего хорошего. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Ну что, друзья. На этом, да, мы сегодня такой, блин, полтора часа мы сегодня делали этот разбор, но он очень важный, потому что я думаю, что в этом разборе каждый в той или иной степени себя увидел. Напишите в комментариях, кто в этом разборе увидел свои какие-то сценарии, свои истории, может быть, даже, а может быть, даже вообще похожую судьбу или похожую ситуацию в жизни. Поделитесь. Если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях. Сегодня с вами были, я сегодня был не совсем демон, но с вами, по крайней мере, я делал все возможное, чтобы Лена увидела эту черно-белую правду, поэтому, конечно, подсветили и темные стороны, и светлые, для того, чтобы ее судьба изменилась. Ну что, Ангела, что-нибудь добавишь сегодня? Ну, я думаю, мы провели классный разбор, всю жизнь Лены посмотрели, и вы увидели наверняка, да, эти повторяющиеся сценарии, как мы круто движемся от родителей, да, либо в сценарии похожей, либо в антисценарии. И вот как только мы это увидим, нам важно это осознать и сепарироваться от судьбы родителей и проживать, и принять решение проживать свою судьбу так, как мы считаем это нужным. И таким образом, вот в этот момент мы становимся во взрослую позицию и уже начинаем строить свою жизнь из взрослой позиции, перестав оборачиваться на то, что нам что-то там не додали или что чему-то нас такому не очень хорошему научили. Вот, то есть мы в первую очередь берем ответственность за свою жизнь, на себя. И с этого шага и начинается, на самом деле, построение нашего счастья. Сто процентов. Подписываюсь, ангел. Да, под твоими словами. Ну что, друзья, вас благодарим, если вы досмотрели до этого момента. Вам спасибо за то, что были с нами, за то, что поддерживали нашего героя. Всем, кто желает поучаствовать, стать участником нашего реальти-шоу, под этим видео будет ссылочка на анкету. Заполняйте анкету, становитесь участниками нашего эфира и меняйте свою жизнь. И я хочу в конце пожелать вам любите друг друга, цените друг друга, берегите друг друга. Вам любви, успехов, счастья, богатства. Всем пока. Пока.